Здравствуйте, уважаемые телезрители, я Святослав Савенков, рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, вместе мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами, событиями в жизни Одинцовского района. Сегодня мы поговорим про спорт, про спорт большой, в общем-то, про спорт дворовый, про то, что это вообще такое и как сегодня он развивается в нашем районе. Если у вас есть какие-либо вопросы, предложения, мы работаем для вас в прямом эфире. Наш телефон 508-86-84. Звоните, мы постараемся вместе во всем разобраться. Наши гости сегодня представители общественной палаты Одинцовского района Дмитрий Вячеславович Говердовский. Добрый вечер. Дмитрий Вячеславович у нас уже в павильоне не раз бывал, но на этот раз впервые он выступает в качестве председателя комиссии по спорту. Назначение довольно приятное, поздравляю вас. Спасибо. И его коллега, также член данной комиссии Андрей Владимирович Фирага. Добрый вечер. Приятно. Андрей Владимирович, вы ведь тоже раньше работали с общественной палатой, еще прежнего второго созыва, в качестве консультанта-эксперта, верно? Да, совершенно верно. Я работал в комиссии социальной политики, здравоохранения. У нас комиссия была довольно-таки обширная, охватывая большой спектр всяких вопросов жизненных. Соответственно, проработал я в этой комиссии порядка полутора лет. Много было сделано, на самом деле. Помогали людям в плане поселения, обращались с многодетными. Проблемы, у кого многодетные семьи были, также у кого дети с инвалидностью первой группы. Помогали, старались. И мне очень понравилось работать вообще в целом в общественной палате Одинцовского района. И поэтому я пришел в третий созыв, подал документы, решил попробовать себя в Новокабдове сейспостаси. Да, это в член общественной палаты, потому что это, ну, как я считаю, по мне, кажется, это больше дает взаимодействие с властями, с местными чиновниками, возможностями, что больше можно как-то двинуть быстрее вопрос, когда это касается непосредственно какого-то, может быть, здоровья, либо что-то еще. Вот. Ну и в этом созыве я решил попробовать себя еще параллельно, точнее параллельно, в комиссии по спорту. Вот. Надеюсь, будет все хорошее, получится вместе, усиленное будет. Ну, мы тоже надеемся, потому что общественная палата уже довольно активную и большую роль играет в жизни Одинцовского района. Активисты довольно известные у вас работают. Тем не менее, смотрите, вообще, конечно, здравоохранение и спорт темы весьма близкие. Тут никого сомнений нет. И все же немножко разные. Вы сами перечислили, там были многодетные семьи. Ну, в общем, разные вопросы. А тут все-таки спорт. Как правило, это какие-то крупные массовые мероприятия, это дворовый спорт и так далее. Немножко другая тема. Почему решили в другой ипостаси себя попробовать? Вот как раз-таки правильно подметили, что по поводу дворового спорта. Хотелось бы развивать дворовый спорт в поселениях Одинцовского района. У нас... А, то есть это ваше личное устремление именно, да? Не только мое стремление. Нет, я сейчас говорю чисто про вас, потому что мы знакомим наших зрителей с новыми лицами. Да, мое стремление, потому что я сам лично живу, проживаю в поселке Старый Городок. Это сельское поселение Никольска. Вот. И наблюдаю, сам принимаю участие в некоторых мероприятиях, да? Занимаюсь спортом активным. И хотя у нас очень много, кстати, молодежи увлекается за спортом. То есть это касается хоккея. У нас есть свои команды дворовые, есть футбольные команды. В данный момент сейчас там проходит у нас кубок поселения Никольска. Приглашаем вас всех на финал этого чемпионата по футболу. Наше поселение 26-го числа. На улице приходите. И что касается непосредственно дворового спорта, хотелось бы больше уделить внимание, чтобы молодежь не дом проводила, не с планшетами, не с компьютерами сидя, а больше на свежем воздухе. Может быть, это в спортивной площадке воркаут. Баскетбол, больше проводить мероприятий. Также футбол параллельно еще. Может быть, больше юную команду привлекать. Либо возрастные, чтобы не только подростки занимались, но и взрослые тоже приходили не домой с работы сидеть, а так вот возле телевизора на свежий воздух двигаться. Поэтому будем стараться поднимать дворовый спорт, возрождать, как это раньше было. Вы знаете, на самом деле есть такая точка зрения, что у многих очень людей, которые сталкиваются с кризисом среднего возраста, и с кризисом 30 лет и так далее. Эти самые кризисы случаются именно от отсутствия новых впечатлений в жизни. Когда человек начинает массово, просто почти все свое время убивать на работу, приходит домой и, как вы верно сказали, проводит время около этого телевизора, это рутина. Действительно. Мы же все помним, какими мы были в детстве. Бегали, прыгали мы, открывали что-то новое для себя и так далее. И в 30-40 лет человек, конечно, может быть, несколько и по-другому себя, иначе чувствует. Но, тем не менее, физик-спорт, это он все еще способен, да еще как. Согласен, даже немного самокритики. Сам недавно исполнился 30 лет, и как, так сказать, шило в одном месте, начал заниматься активно, еще активнее спортом. То есть это экстремальные виды спорта, это вейкбординг основания, да, новые виды серфинг, воркаут, периодически занимаюсь. Конечно, не могу сказать, что прям каждый день уделяю этому, но стараюсь там 2-3 раза в неделю ходить на площадку и заниматься, подтягиваться, нажиматься. А вы сказали, что непосредственно занимаетесь, ну, принимаете участие в каких-то проявлениях дворового вида спорта у вас непосредственно. А расскажете, что вы там делаете? Я непосредственно по воркауту. Что у вас вообще в дворе происходит, как это выглядит? Как выглядит? Если брать, к примеру, обычный день, будний день, вечером, приезжая с работы, мимо площадки, замечу, в поселении Старого Городка, молодежь довольно-таки разного возраста, и подростки, и уже постарше, занимаются то на турниках, кто играет в настольный теннис, кто играет, то у нас там рампа есть, кто-то катается на скейтах, кто-то на роликах, то есть от малого до велика. И когда же это, в принципе, для взрослых, я думаю, тоже это подстегивает, это стимул дает, что даже прийти, если у кого есть уже дети, прийти с своими детьми позаниматься, также принять участие в этом самому лично. И, соответственно, на этой теме можно как-то уже себя наставить на тот ритм, что постоянно ходить не просто один раз, пришел в неделю или в месяц, а периодично и постепенно-постепенно. Поэтому, я думаю, можно потихонечку такими, может быть, мелкими шагами привлекать не только молодежь, но и взрослых к спорту. То есть получается, что вот на примере вашего поселения можно действительно сказать, что да, в последние годы у нас люди без какой-то организации со стороны муниципалитетов, там, организаций со стороны спортивных клубов и так далее, самостоятельно выходят на улицы, занимаются своим здоровьем, силой, красотой и так далее. Да, тоже это заметно, почему, во-первых, сейчас мода пошла на спорт, это важно, приятно, на последние три года, потому что, как грибы растут, в принципе, спортивные и площадки, спасибо тоже администрациям, поселениям и вообще главным районам, что дают выделять деньги, строят площадки, то есть то, что какое состояние раньше было, да, и какое сейчас. Вот пример Лазутенко, мы все время в пример привожу этот парк, что было раньше, и вот на каждой передаче я об этом говорю. Да, вот сколько там народу сейчас ходит? Вот, ну, хорошо сделали для Одинцовских жителей, просто... Ну, да, один из крупнейших, надо заметить, да, спортивных центров вообще Подмосковья, здесь очень много мероприятий проходит, очень много лиц мирового уровня, и, конечно, высочайшего уровня российского спортивного пантеона, можно так сказать. Да, но именно люди ходят сюда именно заниматься сами, то есть вот о том, что Андрей говорил, именно после работы ходят, так сказать, заниматься здоровьем своим, и бегают, и сейчас, и вот эта скандинавская ходьба в моде, да, и вот турники, там, воркаут-площадки, они все забиты. То есть вот это такой, как бы, вот если в каждом поселении, в каждом дворе было бы такое, было бы очень прекрасно. Уважаемые зрители, я напомню, сегодня мы говорим с комиссией, которая занимается вопросами спорта, спортивного развития, спортивного движения в Одинцовском районе. Если у вас есть какие-либо вопросы, предложения, звоните, наш телефон 508-86-84. И, кроме того, хочу уточнить, напомнить, что мы принимаем вопросы по самым разным темам. Не обязательно по теме спорта. Если у вас есть какая-то проблема, которую, на ваш взгляд, может решить общественная палата, если вас что-то не устраивает, или просто у вас есть предложение, как сделать наш район лучше, звоните, пожалуйста. Просто в любом случае мы принимаем ваше обращение, как официальное заявление в общественную палату Одинцовского района. Напомню, телефон 508-86-84. Звоните. Ну что ж, давайте вернемся к нашей теме. Дмитрий Вячеславович, вопрос к вам непосредственно. Вы раньше ведь тоже работали с общественной палатой, как консультант-эксперт. Я помню, вы несколько раз посещали нашу передачу. Сейчас вы председатель. Это действительно совершенно иного порядка. Должность, у вас огромная ответственность на самом-то деле. А как сами вот это все оцениваете? Не было ли, ну не скажу, что вам страшно, да? О чем вообще думали, когда вот это предложение вам поступило? Ну, мне кажется, вот меня как будто бы назначили, да? Да. Добровольный принудительный председатель комиссии. Просто Захар Юрьевич зачитал там... По голосованию. Да. Ну, конечно, мы все голосовали, но вот как-то, в общем, все это быстро произошло. Ну, я как бы спортом занимаюсь очень давно. То есть вы хотите сказать, что это неожиданно для вас было? Ну, да, неожиданно. И вообще наша комиссия... Неожиданно приятно. И, значит, у нас такая организация произошла, у нас теперь комиссия по культуре, другая, да, комиссия. А наша комиссия, она очень малочисленная, у нас всего три человека. Это я, Андрей и еще у нас Никита Крюков, известный человек, олимпийский чемпион. Но он сейчас, к сожалению, на сборах. Мы хотели его пригласить тоже сюда, но он не может. Это не последний эфир, мы еще с вами, конечно, увидимся. Да, вот нам очень хочется его пригласить сюда, в студию. Мы обязательно это сделаем, наверное, как он сможет, придем. Ему есть что рассказать, у него есть свой проект, проект организации лыжной трассы на улице Говорова. Так, а что это имеется в виду? Ну, это такое, значит, он хочет сделать спортивный, не спортивный парк, а пока лыжню, наподобие лыжни на Лазучинской трассе. Но на улице Говорова там есть лесополоса, ну, все вы ее знаете. И вот он хочет там сделать, да, тоже лыжню. Который, вы имеете в виду, идет там через МГИМО, вот так вот. Да, 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 вот в этой лесополосе он хочет сделать... Да, но он хочет ее как-то сделать более, так сказать, приличной, чтобы она была... Ну, то есть, я так понимаю, ведь речь идет не просто о том, что вы будете кататься всей комиссией, проходить лыжную трассу. Нет, конечно, она перевыделила там и так далее. Да, это выделяется, деньги, это будет какой-то проект этой трассы, наверное, что-то будет, какие-то еще, кафе какие-то. Ну, короче говоря, чтобы это был настоящий объект социальной значимости. Да, и мало того, что вроде бы есть такая идея соединить ее с Лазутинской трассой, но там проходит платная дорога, и пока еще непонятно, как это будет соединяться. Но если теоретически ее можно соединить, то тогда будет у нас большая-большая такая лыжня, не 6 километров, а гораздо больше, да, которая, так сказать, прям практически полгорода будет занимать. Это вот интересно. А есть ли подобные инициативы в других поселениях Одинцовского района? Потому что, ну, понятно, что на самом городе Одинцово свет клинам не сошелся. У нас ведь есть и та же самая Успенка, и Никольская, и многие другие объекты. Ну, вот в плане лыжных трасс, вот в Успенском, по-моему, есть, там несколько километров тоже приличная лыжная трасса. В каких-то поселениях вообще нет лыжных трасс. Но ведь зимние виды спорта – это не только лыжня, это вот хоккей, да. Вот хоккейных площадок много, но, опять же, хочу остановиться на этом. Хоккейные площадки где-то они очень в хорошем состоянии, где-то они заброшены. Особенно вот спортивные площадки и хоккейные коробки, да, и спортивные площадки вообще, они вот сброшены в военных городках, которые еще не передали на баланс в поселении. Естественно, поселение не может вкладывать туда деньги, и они просто вот в ужасном состоянии. Тоже в обращении вопроса. Знаете, я, наверное, предложу вам отдельно сейчас поговорить про бывшие военные городки. Давайте пока вернемся и закроем тему именно развития дворового спорта, потому что тема хоть и большая, но все-таки какую-то конкретику. Можно ли? Есть ли у вас какие-то предложения к нашим конкретным муниципальным властям по развитию дворового вида спорта? Или, может быть, вы, как ваш коллега Виктор Погиблов, самостоятельно организуете какие-то мероприятия для местных жителей? Ну, вот, как Андрей говорил, да, у нас есть такая инициатива, есть такое желание организовать жителей. И, наверное, в каждом поселении должен быть такой человек. Будет ли он получать зарплату, либо он будет, вот, это его инициатива будет, он должен организовывать, потому что, вот, как бы, ну, трудно с жителем самим это все делать. Мне кажется, должен быть какой-то лидер, вот, либо это будет общественник, либо это будет кто-то из жителей просто. И тогда это все, как бы, можно... Кто уже ведет, к примеру, какие-то мероприятия, проводит, подключаться, также можно пригласить его. И тогда все это дело будет работать. Вы знаете, я помню, что читал, что в Советском Союзе были довольно распространены, в общем-то, игры, спортивные мероприятия, там, футбольные турниры. Между селами, например, между городскими, там, сельскими поселениями, когда ребята там, да, не только ребята, да, ребята, да, ребята, ладно, опять же, энергии море, девать некуда. Взрослые люди собирались, тренировались, да, и ехали условно из больших везем в Нижний и играли. Вот им было интересно, они раз в год устраивали лето, да, поля подсушились немножечко футбольные, можно играть. Вот они устраивали турниры, там же были свои старожилы, у них там были и тренеры, можно сказать, и постоянная публика и так далее. А ведь все это куда-то ушло, и сегодня, если действительно имеется некий бум, некая мода на спорт, на ваш взгляд, как общественных деятелей, возможно ли возвращение вот подобных концепций, подобных турниров? Ну, мне кажется, я тогда отвечу, мне кажется, нужно начинать, чтобы организовать людей, мне кажется, нужно начинать все-таки с поддержания спортивных площадок в хорошем состоянии. То вот, когда человеку покажем, мы покажем, что вот, да, вот этот объект спортивный, он пригоден к тому, что на нем заниматься. Вот я, как бы, вот у нас же есть пример, опять, вот та же Одинцовский парк отдыха, да, в каком он сейчас состоянии, в отличном, да, то есть возможностей много заниматься любым видом. Вот, есть ребята очень, вот, хорошая хоккейная коробка, футбольная коробка в сельском поселении Успенское, там просто люди, да, занимаются этим, они заливают, футбольная площадка у них хорошая. То есть вот, подход такой серьезный, и сразу, и, то есть она востребованная, жители ходят с родителями, то есть она загруженная, площадка загруженная прямо в центре Горок Десятых. Она загруженная по страдающей. Дмитрий Славович, у нас звоночек, давайте поговорим с нашим зрителем, потом продолжим беседу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. 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 Вы в Севастопольке, молодые люди сидят, а у них проблема, траву не скашивают, как в домах. Я на первом этаже живу, у меня траву не скашивают. А где конкретно вы проживаете? Я в Комсомольской, 6. Ага, Одинцово. Да я в Савово очень много техник, просто не обращают внимания. А где, простите, конкретно-то у вас, вы имеете в виду на территории между вот этими асфальтовыми дорожками и домами самими? Да, в садной части, то есть улица, еще и обратная сторона дома. Ага. Вот в подъезду, в втором подъезду, вот в ДС там дальше. Просто за этот год ни разу не скашивали. А раньше у вас кашивали эту траву? Два раза все. Два раза. В этом году ни разу. То есть вообще раньше скашивали. А кто у вас этим занимается? Управляющая компания? Управляющая, я не знаю, управляющая, есть просто диспетчер и есть техник. Лариса Викторовна, я не знаю, память фамилия Арзаева, не вычаясь. Скажите, пожалуйста. И я обращалась каждые два дня. Я вас понял. Скажите, пожалуйста, а вы обращались сами непосредственно в управляющую компанию или к этому диспетчеру? Что вы вообще отвечали? Вы знаете, я пару раз сюда звонила, но дело в том, что там не дозвонить, это первое. А как-то я с другой еще проблемой обращалась. У меня это порядок, только на прием. Потому что телефон, да, я вот. Ну, у меня пенсионеры не в здоровье бегать, чтобы я еще поправлю плящу. Ну, конечно, тем более сейчас такая погода жаркая. Понятно, что бегать никто не хочет. Я говорю, там работа на 10 минут. Жильца введенную не будет. Спасибо вам большое за звонок. На самом деле, я думаю, ситуация следующая. Ну, понятно, что это не вопрос комиссии по спорту. Я думаю, это скорее вопрос комиссии, которая в жилищно-коммунальном хозяйстве. Мы передадим им ваши контактные данные. Они с вами свяжутся. Вы им обрисуете еще раз ситуацию, конкретно там с адресом и так далее. Уверен, они свяжутся с управляющей компанией, если это в зоне их ответственности. Ну, какой-то ответ, как минимум, они получат и до вас доведут. А, скорее всего, если это действительно недосмотр, то, вероятно, и траву вам в ближайшее время покрасят, хотел сказать. Покосат. Спасибо большое за звонок. Ну что ж, давай, покрасят траву. Это уже что-то армейское пошло. И, кстати, к вопросу об армейской теме. Военные городки, коли уж мы о них вспомнили. Ведь действительно есть такая проблема Кубинка и многие другие. Там, поселения, старый городок, новый городок. То, что раньше находилось в ведомстве управляющей компанией Министерства обороны, теперь, наконец-то, передано на баланс Одинцовского района, но... Не все городки. Не все городки и не все объекты, я так понимаю. Как же с этим вообще поступить? Ну, вот это самый такой вопрос, очень сложно решаемый. Я так понимаю, если бились за целый населенный пункт, долго, несколько лет бились, наконец-то, этот пункт передали, да? То есть сейчас как-то опять поднимать волну из-за там какой-нибудь коробки, которая ни ваша, ни наша, наверное, никогда не хочется. Правильно понимаю? Администрация просто не имеет права тратить деньги на нее. Ну, сейчас нет, конечно. Они попадут под коробку. Юридически она, земляне, принадлежит. И, естественно, они не могут тратить. Вот Андрей как раз живет именно в военном городке. И там у вас... Бывший военный, у нас сам первый городок открыли. У вас все там в порядке сейчас, да? Да, так вообще, вот я прошло еще в втором созыве стоял в рабочей группе по передаче военных городков, муниципалитет бывших военных городков. И мы как раз ездили, мониторили городки, в каком состоянии. Да, нового города, который передали его, восстанавливают, делаются, да, там и дороги где-то уже новую по полотну посетили. То есть по мере финансового поступления. Потому что некоторые люди, почему-то местные жители, думают, что должны почему-то в мгновение окон, но это нереально сделать сразу. Большой военный городок. Ну, конечно, нет. Они, может, там еще же коммуникации нужно передать. Но, тем не менее, все-таки интересно, вот на сегодняшний момент, какой алгоритм вашей работы. То есть я правильно понимаю, поселок, там, поселение передано на баланс муниципалитета, но объект, находящийся на этой земле, все еще находятся теоретически в ведомстве. Какие-то объекты есть, да, такие. Поэтому это, что, допустим, касается там... Их много, я так понимаю. В Кубинске поселения есть теоретики, которые еще не переданы. Да, да, да. Даже на стадии еще с собой в Саванне. Это много таких мест, где... У нас, полно, 16. Держать под контролем, но от нас здесь не очень много зависит, потому что это, как бы, вопрос не наш. Вот. Как только это передается, мы сразу, естественно, будем включаемся в работу и будем требовать от администрации, ну, или просить... Ну, как только это зона вашей ответственности, как общественная организация. И сразу, чтобы этот объект приводили в порядок, спортивный, я имею в виду. Самая приятная часть, можно добавить, да, что, на самом деле, в первую очередь делают ремонт спортивных площадок, что касается проведения дворового, да, какой-то, да, обговора строительства. Ну, если площадка передана, конечно. В первую очередь, да, площадки делают, и, соответственно, у нас есть еще один звонок. Поговорим с телезрителем и мы продолжим нашу беседу. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы слышите меня или кого-то другого? Вас я слушаю, вас слушаю и слышу. А там какой-то еще разговор. Мы будем молчать. А, это мой, да. Обещаю. В общем, ага. Я живу на Белорусской улице, в Одинцово, Белорусская, 10. Сейчас молодой человек записал мои данные все. Меня интересует вот такой вопрос. Дома у нас новые, считайте, 13 домов, 20 этажные. Народу очень много. Рядом Губкино, деревня Губкино. А у нас нет этого, как его сказать, для выборов этой самой участковой комиссии здесь, чтобы могли мы здесь рядом проголосовать. Рядом школа у нас. Можно было организовать там. Никто, старые люди не пойдут куда-то голосовать, куда ездят. Это вы имеете в виду, когда идут выборы муниципальные, у вас школы не используются, то есть приходится куда-то там ехать, правильно? Конечно, куда-то ехать. Вот были бы в тот раз выборы, когда были выборы. Я приглашала домой 5 человек, нас женщин, с которыми дружим, где мы в возрасте, мне 79 лет, другой там 82 года. И много очень таких старых здесь людей, и много очень мамочек с детьми. Они тоже не пойдут куда-то поехать. Так что, если только заинтересована власть, что люди проголосовали, пусть организуют. Да мы сами в этом заинтересованы, в том, что голосовать. Вы же сами знаете, власть бывает разная. Другая власть придет, скажет, что мы тут по жизни, ребята. Извините, вообще никаких выборов не будет. Но в любом случае, вы очень правильный вопрос задаете. Я даже могу сказать, что когда правительство выбирали, год, наверное, назад, ну, не так давно у нас были выборы, была история лично у меня, когда я столичный житель, в Москве проживаю, когда у нас бабушка-таки пошла голосовать, а я как раз после работы поехал тоже на участок. Проголосовал, выхожу на улицу, понимаю, что бабушка-то домой уже дойти не может. То есть пришлось женщину подвозить, потому что хоть у нее гражданский долг, так сказать, желание, да, и есть, что-то пойти сделать, а вот сил, чтобы уже банально добраться до дома, не всегда. Спасибо вам большое за звонок. Да, вы правильно, на самом деле, вещи спрашиваете. Я думаю, надо просто прояснить, из-за чего такая ситуация сложилась. Ну, я сомневаюсь, что администрация школы просто там не хочет, предположим. Наверное, какие-то обстоятельства все-таки есть. Соответствующая комиссия общественной палаты их, конечно, вскроет. С вами они свяжутся, я надеюсь. И если в промежуток в течение недели между нашими эфирами у них также какие-то комментарии, ответы конкретные появятся, они мне их передадут. И я также на следующем прямом эфире, если, повторюсь, будет информация, персонально, специально для вас расскажу, как у вас теперь дальше все это будет выглядеть. Спасибо за звонок. Ну что ж, давайте вернемся к военным городкам. Андрей, вы сказали, что те площадки, которые все-таки передаются, сейчас там проводятся муниципальными силами ремонты. А что делают? Просто обновляют старые формы или закупают новые, может быть? Нет, меняют полностью. То есть демонтируют старые какие-то, да, там, спортивные объекты, да, там, сооружения. Вот. И, соответственно, уже, то есть ставят новое. Не просто там, не просто подкрашивают ржавчину там. Я вот уже, кстати, давно не видел, только где-то, честно скажу, в нашем поселении Никольское, я вообще не видел уже старых этих площадок детских, где мое было детство, да, вот, где еще там, а-ля, так сказать, СССР там было, да, оставил свой след. Поэтому у нас все в поселении, в нашем поселении старый городок Никольское, вот, там уже все новые площадки. Приятно приходить туда, даже с детьми погулять. Еще один звонок от телезрителей, продолжим разговор. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, меня зовут Ольга, я жительница города Одинцова, но в своеобразной территории. Это территория бывшего УНР, улица Молодежная, дома 1Б и 1А. 31 июля в наших домах нет горячей воды. Никакого предупреждения жилищно-экспонсионной компании нам не представят, почему горячей воды нет и когда она будет. Сами они были крайне удивлены тому, что ее вообще-то у нас нет. Мы обращались к доброделу, писали туда, но наша заявка так никакому результату и не привела. Может быть, вы нам поможете решить эту ситуацию? Скажите, пожалуйста, я просто не совсем понимаю, что произошло. Вас вообще ежегодно летом отключают воду на 10 дней, как обычно делается? Да, но это отключение было в июне. А, уже было. И тут вам просто без объяснения после этого выключили. Без объяснения, удавления, предупреждения каких-либо, вывешивания каких-либо. Вы сказали, с июля нет у вас воды? 31 июля. Ага. Ну, то есть практически уже половина месяца августа. Да, больше. Послушайте, еще такой вопрос насчет доброделы. Я знаю, что у них имеется определенный формат, если я не ошибаюсь, они должны то ли за неделю, то ли за какой-то очень небольшой период времени давать в любом случае ответ. Даже если они не могут оперативно разрулить вопрос, они, по крайней мере, какой-то комментарий дают. Вы сказали, что у вас там ничего не получилось, а хоть что-то вам сказали? Ну, написали, прислали на телефон сообщение о том, что работа ведется, и все. А, то есть заявка в обработке, ждите результата, да? Да, да. Ага, я вас понял. Много жителей наших домов написали туда, по просьбе соседей обратились. Ну, вот результаты нет никакого. А вы могли бы сказать, Ольга, кто у вас управляющая компания? В УПШХ. Действительно, вопрос очень интересный. Я убежден, что нашей комиссии, которая занимается в общественной палате вопросами ЖКХ, очень будет интересно к вам приехать, посмотреть вообще, что происходит. В любом случае, ваши контактные данные мы сегодня же им передадим, и, я думаю, в ближайшие дни они с вами свяжутся. Если какая-то заминка будет, так же звоните нам либо в течение недели по этому же телефону 508-86-84, либо на следующий прямой эфир держите в курсе дела, потому что это реально очень странная история. Не в глухой деревне живем, прям скажем, чтобы просто брали и отключали воду без всякого объяснения. Спасибо большое за звонок. Ну что же, возвращаясь к теме наших спортивных мероприятий, не только, скажем так, Лазутинской трассы «Мы едины». У нас довольно много интересных мероприятий проходит по всему вообще Одинцовском району. В частности, не так давно проходил конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья». Конкурс уже традиционный, много лет проходит в нашем районе. Я сейчас предлагаю вам, а также нашим телезрителям посмотреть, как же он проходил на этот раз. Победить в районном конкурсе «Мама, папа, я – спортивная семья» мечтают многие, но удается это только самым дружным, сплоченным и физически крепким командам. Этот конкурс, он сплачивает и родители, и детей, и сотрудников детского сада. Это и есть взаимодействие коллектива детского сада с детьми и родителями, потому что здоровье на сегодняшний день – один из основных компонентов нашей и самой главной нашей жизни. Только восемь команд вышло в финал конкурса. Организаторы приготовили для участников сложные испытания. Особенно трудно пришлось взрослым. Они чаще детей запинались и путались в инвентаре. И тут на помощь приходили ребята и завоевывали победные баллы для своей семьи. Наша команда «Первым быть везде и всегда» – это девиз «Команда-звезда». Страсти накалялись, болельщики подбадривали своих участников, заряжали оптимизмом и верой в свои силы. Мы болеем и переживаем за нашу команду, за команду пятого сада. Мы надеемся, что они у нас победят. Семья Федоренковых уже неоднократно завоевывала пьедестал почета в соревнованиях «Мама-папа-я» – спортивная семья. В этот раз в команде 57-го детского сада вновь улыбнулась удача. Рецепт успеха победителей прост. Все свободное время они стараются проводить вместе и заниматься активными видами спорта. В прошлом году мы были победителями. В 2013 году мы с сыном были победителями. И в этом году мы победители. Отстаивать позиции гораздо сложнее, чем их завоевывать. Поэтому мы старались, хоть у нас начало было не очень, но мы, в общем-то, показали и доказали, что на сегодняшнюю минуту это мы. Мы живем в спорт, поэтому мы стараемся заниматься спортом, стараемся активный образ жизни вести. Поэтому, может быть, такие результаты. Всем участникам были вручены памятные сувениры и подарки. Этот день, без сомнения, станет еще одной яркой страницей в семейном альбоме участников. Ну что же, действительно массовые мероприятия весьма интересные и красивые проходят у нас в Одинцовском районе. Но, тем не менее, всегда остается простор для того, чтобы что-то сделать еще более красивое, более масштабное, более интересное. Интересно. Если у вас какие-то предложения, вопросы есть, мы сегодня, напомню, обсуждаем спорт. Телефон 508-86-84. Звоните. Ну что же, мама, папа, я, спортивная семья, все понятно. Довольно давно у нас, как я уже говорил, этот конкурс проходит. Популярным стал. Видите, уже есть целые династии людей, которые туда несколько лет приходят и даже выигрывают. Но, тем не менее, возвращаясь к вопросу, скажем так, бытового спорта, обыденного. Дворового. Вы как-то контролируете, может быть, как общественные организации состояние общественных площадок, вот этих спортивных, обычных дворовых? Ведь понятно, что, как правило, они стоят на учете управляющих компаний, если я не ошибаюсь. Случаются самые разные в жизни вещи. Вот сейчас, например, нам позвонила женщина, сказала, что у нее банально воды нет. Если, как бы, организации некоторые даже такие проблемы допускают, то, наверное, если говорить о спорте, как-никак в второстепенном вопросе, да, здесь наверняка ведь есть какие-то и проблемы, и все. Вы непосредственно сами выезжаете на места, может быть, есть какой-то у вас план проверок состояния придворовых территорий, вот этих вот площадок детских, спортивных? У нас вот по прошлой палате, да, мы выезжали и делали мониторинг этих площадок всех спортивных, не только там зимнего, для зимнего вида, вообще всех. И в разных поселениях они все в разном состоянии. То есть какая-то администрация за ними смотрит, да, их поддерживает, какая-то вообще просто, где-то просто брошенная. Вот, поэтому мы в этом году также займемся более серьезно, в частности, вот, катков для ледовых площадок, да, будем перед зимой. Будем их тоже проверять, чтобы все они на зиму были готовы, чтобы все заливались, потому что будут проходить турниры хоккейные. Вот, еще мы пока не знаем, будет ли проходить чемпионат района по хоккею, потому что я сам играю, да, я в нем участвую, я сам хоккеист. Любитель. И мы пока не знаем, как он будет проходить. Если он не будет проходить в ледовом дворце у нас, он проходил раньше в ледовом дворце, то мы тогда будем его организовывать как-то сами и на открытых площадках, в поселениях. Вот, но тогда катки должны быть, соответственно, подготовлены, залиты, хороший лед должен быть хорошо залитый. Ну, конечно, чтобы его не разбинуло первое время, который будет на поле работать. И в том числе и должна, конечно, погода, соответствующая, быть. Погода и... Раздевалки должны быть. Действительно, это же довольно сложно будет организовать. Нужно будет теплое питье, теплая еда. Причем, ладно, там, допустим, хоккеисты, хотя для них тоже, они распаренные будут. Вообще, как-никак на морозе, на ветро, а зрители, которым будут там с ноги на ногу переминаться. Ну, уже, если открытая площадка, там уже, как бы, зрители, да, зрители на улице. Но, понимаете, опять же, я говорю, что где-то эти хоккейные площадки находятся в идеальном состоянии. Вот опять пример приведу. Это Горки-10, спортивная площадка. Она используется летом как футбольное искусственное покрытие там. И зимой она, зимой это каток с идеальным льдом. То есть, мы туда ездим даже сами играть. То есть, эта площадка, она практически ежедневно востребована. То есть, летом там играют ребятишки, родители, футбол. А зимой там играют в хоккей каждый день. И массовые катания. То есть, все это администрация его содержит. Хоккейная команда «Снежинка». Алексей Зеленов, депутат поселения. Он все это дело, значит, ведет. Вот такие люди, им спасибо. Ну, это пример, смотрите, хорошего, да, места, где все правильно. А если вы сталкиваетесь с ситуацией, где действительно, как вы сказали, заброшены абсолютно площадки, то как вы действуете? Ну, вот в этом году, я думаю, что мы будем на прием в администрацию приходить. И выяснять, почему выделяются ли деньги на ремонт или на обновление этих площадок. Если выделяется, то почему эта площадка опять, как бы, она непригодная для занятия. Ну, вот что касается... Вы имеете в виду, извините, муниципальные администрации или районные уже? Нет, именно в сельских поселениях, потому что... Ну, с первостями, конечно, потому что, тем более, они действительно с вами общаются. Причем очень часто бывает так, что районная администрация посылает запрос в сельское поселение по поводу состояния площадок. То есть там один раз ее заливают, допустим, в хоккейную коробку, заливают они раз, фотографируют и отправляют как отчет. Ну, такое случается. Все, один раз. И дальше уже ее заваливают снегом и так далее. Дмитрий Вячеславович, у нас, к сожалению, уже вышло время. Очень приятно было снова вас видеть. Андрей Владимирович, вас тоже. Спасибо за вашу работу. Надеюсь, что, когда в следующий раз мы увидимся, уже будут результаты каких-то новых мероприятий, уже какие-то конкретные планы на будущее. И мы с вами уже более конкретно поговорим про Лыжню Нагуврова и так далее. Спасибо, что приезжали. Спасибо. Спасибо вам, что было. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся». Сегодня мы говорили о спорте и его развитии в Одинцовском районе. Если у вас остались какие-либо вопросы, предложения, звоните нам в течение недели. Наш телефон 508-86-84. Или сразу напрямую обращайтесь в общественную палату Одинцовского муниципального района. На их официальном сайте есть весьма удобная форма обратной связи. И там же адрес с электронной почтой, на которую вы также можете писать. С вами был Святослав Савенков. Берегите себя и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова